Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Oblivion, продолжаем жить в этом мире. В последней серии мы выполнили контракт Темного Братства в имперской тюрьме, причем выполнили его очень чисто так, что никто даже не заметил. Мы убили этого доставучего эльфа, который глумился над нами в самом начале игры, отопстили и теперь можно возвращаться в Темное Братство, но сначала я хочу продать, как его там называют, этого скупщика? Короче говоря, скупщика древности, ему продать все, что нужно. Так, только куда это идти, я не совсем помню, по-моему, в эту сторону. Кроме того, с нами в предыдущей серии связался посыльный Братство воров, можно отправиться и к ним. В принципе, я думаю, все будет в этой серии, она будет более такая социальная, не боевая, а именно на разговоры, на вступления, там разные гильдии и тому подобное. Посмотрим. Немножко нужно отдыхать от Экшона. Так, где-то здесь у нас вводится... Не помню, как его зовут. Кстати говоря, вообще не помню, как его зовут. И как же я его найду, если я не помню, как его зовут. А, он где-то вот тут вот, по-моему. То ли здесь, то ли здесь. Предупреждение путешествующим по Осиродилу. Этот отчет имеет целью предоставить обзор мер предосторожности, предлагаемых официальными лицами имперской провинции для соблюдения всеми путешественниками и гражданами, коему может понадобиться покинуть безопасные стены наших городов и лично встретить опасности диких земель. Наши храбрые солдаты имперского легиона денно и ношно патрулируют дороги Сердила. Дороги — это наиболее безопасные места вне городских стен. И там возможна встреча с опасностью, но постоянная бдительность легиона не позволяет силам зла хоть сколько-нибудь развернуться. Мы рекомендуем тем, кто планирует путешествовать по провинции держаться ухоженных дорог, дабы избежать неприятностей. Если у путешествующих будет надобность отклониться от охраняемых дорог, мы советуем им быть постоянно настороже, держаться группами и иметь оружие на готове. Дикие земли Сердила таят много опасного для рода людского. В общем, можно сказать, что чем дальше от дороги населенных мест, тем больше угроза. В то время как перемещение по равнинам и фермерским угодиям обычно не слишком рискованно, леса и горы в противоположность крайне опасны. Посещение их стоит избегать. Я знаю. Понятно, в общем. Минотауров, огров и импов бесов часто видят на возвышенностях. Если горы покрыты лесом, вероятность опасных столкновений возрастает многократно. Другие страшные создания бродят в не столь очевидных географических зонах. Там вводятся болотные огры, блуждающие огоньки. Хорошо. Так, ну что, где у нас этот торговец, надо вспомнить. Вообще, надо переночевать, конечно. Где у нас здесь переночевать, можно поблизости. По-моему, вот так, курьер не то. Здесь, по-моему, одни магазины. Канализация. Бездонный кошелек, если только. А, вот купеческий трактир. Приветствую. Здрасьте. Так, вот сюда мы от солдатского дачи попробуем продать все ненужное. Хотя у нас его не так много, на самом деле. Приятно в имперском городе находиться. Он довольно большой, довольно крутой. Это ты? Привет! Привет! Что в газетах пишут? Последняя информация касательно безопасности передвижения посреди его. Это отчеты из компиляции. Так. Ну, примерно то же самое. Всячески пытаются... Как ты сегодня? Благоразумие. Лично. Спасибо. Ух ты. Хорошо. Кормушка может быть и не самое замечательное место. Да, но там есть чем набить желудок. Что? Постель. У меня есть свободная постель. 20 золотых за ночь. Сниму. Очень хорошо. Комната находится... Вверх-налево понятно. Так, вот и что? Я могу заинтересовать тебя. Ладно. Пойдем переночуем. Еще увидимся. Не факт. До свидания. Прощай. Что это за звуки такие были? Приятный твой. Непонятно. Так, сейчас переночуем. Потом идем в этот... К этому скупщику. После этого... Так, перед дверь налево. После этого идем... Ух ты. Картошка. Мед. Ладно, ничего особо вкусного я не вижу. Так, спим. Ну, где-то вот так. 13 часов. Вдрыхнемся просто вообще в треск. В дрова вообще. То есть, успимся. Чтоб потом проснуться тяжело было. Так, ну, в принципе... Хорошо. Новый уровень. Мы поднимем. Вот это. Вот это. И вот это. Нормально будет, я думаю. Теперь его много знать, если родили ее в себе. Трудно поверить, что еще недавно вы были так неопытны. Ну, так на то. Сколько времени-то уже прошло? Все, хорошо, уходим. Какая встреча? Какая? Для меня радость говорится. А ты кто вообще? Никто? До свидания. До свидания. Все разошлись. Розыск. Серый лис. Конечно, человека в маске найти очень легко. Я понимаю. Но, в принципе, хоть так. Так. По-моему, у нас даже в квестах где-то есть... Разлучины, паломничество, не то, поиск наследника. А вот, Умбакана. Покажись, ты где у нас? Похоже, его не покажут. Ну-ка. Блин, они не пишут, где он находится. И по карте не показывают. По-моему, где-то вот тут вот. А, сначала же я в магазин хотел. Пасмурт на улице. Отстой. Так себе лук. Так себе меч. Добро пожаловать в солдатскую удачу. Старуха, бронелипчики. Владелицы. Ну, давай починимся. Во-первых. Посмотрим, что там у тебя. Во-вторых. Чем я могу заинтересовать тебя? Так. Продадим тебе. Было угорение. Просто потому, что она мне нужна совершенно. Блин, продать тебе, может, все-таки. Давайте продадим. Он, в принципе, неплохой, конечно. Но у нас кинжал, по-моему, получше. У этого урон 3. А тут мы даже посмотреть не можем. Ну, ладно, давайте продадим. Да и все. Спасибо. Чем я могу заинтересовать тебя? Завел посмотреть, что ты продаешь. Секир ненависть. Че-то 14 штук, обалдеть. Тут нам не нужно ничего. Короче, так себе у тебя выбор. Извини, до свидания. И тебе всего наилучше. А, подожди. Добро пожаловать. Чему учишь? Сознание и сила? Не. Да нет. До свидания. Мир не такой большой, поэтому я успеваю просто добраться до очередного оружейника, чтобы он починил мне все. Слушаю. Слушай, слушай. Так, мы идем сейчас, получается, вот сюда. Хотя, или он Талос Плаза живет. Ну, пойдем сюда сначала. Я не помню, где он просто. Красиво-то как, да? Ух ты. Арена уже давно, народ предлагает сходить, но я пока думаю, зачем успеется. Арена, я думаю, не так уж сложно будет. Ну, и не так уж просто. Ну, у нас сейчас и так слишком много дел, поэтому подождет. Так. Нет. Подожди, у него дом был. Это Талос Плаза. У него дом был, прям, по-моему, где-то по центру находился. Добрый день. Добрый. Для того, чтобы спрыть не станет. Может, она и меня научит правильно. Что такое, граждане? Здесь, на самом деле, в этом городе засесть, просто попытаться поговорить с людьми. Здесь столько всего будет происходить. Это я уже предчувствую, предвкушаю. Надо будет как-нибудь забриться в этот город основательно. Добрый. Вот, вот он. Ну что, пойдем в гильдию бойцов. Не знаю даже. Я думаю, стоит сходить. Так, заодно посмотрим, поскольку берешь вообще. Я вовсе ненавидят. Рад видеть тебя вновь. Могу я? Давай с тобой поговорим. Действительно? Что про Мбакана расскажешь? Следует ли мне доложить? Ну да, да, уведи. Очень хорошо. Пожалуйста. Мать тебя с драконизм. Охрана-то какая? Так, у нас есть несколько камней. Охотник засокровен. Офигеть. Пожалуйста, присаживайся. Неплохо так. Золотой, главное. Чего он хочет? Ушел. Как поживаешь? Ах, да. Мой друг охотник за сокровищами. Чем могу быть полезен? Ну, про статуи. Да? Тебе удалось найти еще одну статую? Держи. Держи. Ах, второй предок. Отлично. Я думал, что с первой статуей тебе просто повезло. Но теперь я вижу, ты обладаешь способностями к поиску артефактов. По счастливой случайности, мои исследования подарили мне новую информацию, которая может оказаться полезной в поисках остальных статуй. Что удалось узнать? Я выяснил название нескольких айлейцких городов, куда могли быть вывезены эти статуи во время осады башни белого золота. Единственные места, сохранившие свои древние имена до сегодняшнего дня, это Маранда, Макаментейн, Виньяндавик, Нинандава и Фанакас. Запомнишь такое. Я не могу гарантировать, что дело так и обстоит. Но, по крайней мере, это может послужить отправной точкой для твоих поисков. Так, хорошо. До свидания. А камни ты не берешь, значит, да? Ну ладно. Ты посмотри просто. Круто. Блин, интересно. Я думаю, мы тебя будем грабить за гильдию воров, когда будем играть. Вообще, я не хочу сейчас, честно говоря, вступать в эту гильдию. О, так, это я зря, по-моему, делаю. Изящный. О-о-о. А че он тут лежит? Бак? Окей. Блин, ну он же ворованный. У меня сейчас, если попадусь, у меня его отберут. Ты посмотри, да? В результате бага она упала на пол, похоже. Ну, ладно. Будем считать этот дар нашим. При нем не будем свидетельствовать этим луком. Отлично. Все в порядке. Я просто прохожу. Круто. У нас теперь какой-то вообще вышачий, как говорится, лук. Давайте посмотрим. Мне не терпится прям. Ну, он намного лучше моего. Урон холодом. Офигеть. Блин. Я просто везунчик. Ну, теперь стражам вообще попадаться нельзя. Или сначала вещь нужно куда-то складывать, потому что они будут отбирать все это, конфисковывать. Так, ладно, сохранимся. Поставим его на квикслот 2. У него в описании почитать какой-нибудь, конечно. Но это круто. Так, теперь нам нужно попасть... Что там в записке-то говорилось? Куда попасть? Так, если тебе это интересно, в полночь приходи в сад Дарилота в портовом районе имперского города. Полночь, сад Дарилота. Портовый район. Портовый район. Ждем до полночи. Где там сад у нас? Просто вступим. Но... Выполнять пока я дома не буду. Блин, лук просто вообще. Где здесь сад? Может, это? Офигенно. То есть, конечно, ничего не изменилось, но это просто... Баг на баге. Где у нас здесь находится сад? Здесь нет никакого сада. Маяк. Хижина. Склады. Ну, ладно. Где еще он, может быть? Сейчас просто вечереет уже. А, нет. Еще два дня. Просто пасморно. Привет. Привет. У меня нет на тебя времени. Ну, и ладно. Так. Кумбакана обнаружил. Вот. Поиск гильдий воров поставим. Дождаться полуночи. Где-то тут. Так, подожди. Это оно? Это сад? Вот тут прям. Хорошо. Давайте подождем. Девять часов. И посмотрим. Не знаю, как тут будут дела обстоять с гильдией воров, но темное братство здесь, я могу сказать, однозначно лучше, чем в Скайриме. Несмотря на то, что кто-то в комментариях там писал, что, мол, дело в том, что они в упадке были на момент Скайрима. Ничего. Это не волнует абсолютно. Здесь интереснее это дело делать. Это не ты? Ты тоже хочешь вступить в гильдию воров? Возможно, мы скоро станем братьями по тени. Но это решать Арманду. Ждем. О, идут. Ты тоже хочешь? Так ты тоже ищешь гильдию воров? Арманд Кристоф решает, кто достоин вступить в нее, а кто нет. Я много лет готовилась к вступлению в гильдию. Если ты мне понравишься, возможно, я покажу тебе несколько уловок. Всю жизнь мечтал. Так, а вот и ты идешь, да? Ох, опять ты. Опять? Меня по записке сюда позвали вообще-то. Ах да. Еще одно жулье, отсидевшее в тюрьме. Серый лист дает тебе шанс вступить в гильдию воров. Ну, давай вступим. Все здесь. Начнем. Каждый из вас хочет вступить в гильдию воров. Гильдия воров не миф. Мы последователи Серого Лиса, а я его Дуайен. Найдя меня, вы прошли первое испытание. Это необычно для нас, видеть сразу трех кандидатов. Поэтому вместо обычного испытания пригодности, я сделаю из этого соревнования. Это нечестно. Метредель, ты знаешь правила. Но для Амузая и новичка я повторю их еще раз. Тот, кто принесет мне дневник Амантиуса Олектуса, не убив его, получит приглашение в ряды гильдии. Не убив? Ооо. Он будет у меня еще до восхода солнца. Амантиус где-то в имперском городе. Нищие помогут найти его за определенную плату. Я могу продать вам отмычки, если они вам понадобятся. Еще одно. Вы не можете поубивать друг друга во время этого испытания. Мы воры, а не убийцы. Ну... Так. Арман Крестов, член гильдии воров, предложил мне возможность присоединиться к гильдии, но мне придется соревноваться с двумя другими ворами. Метредель и Амузаем. Тот из нас, кто сможет первым украсть дневника Амантиуса Олектуса, сможет стать членом гильдии воров. Олектус живет где-то в имперском городе. Возможно, он живет в альтийских садах. Так, погнали. Мы должны быть первыми. Мы даже сделаем сохранение. Куда-нибудь вот сюда. Все. Где же ты можешь быть, Олектус? Блин, где выход? Я уже заблудился. Хороший из меня соперник. И почему-то не дают убить их. Ну... Смотри, она обогнала просто. Жим, жим. Приветствую тебя. Блин, это интересно должно быть. Хотя это метро Дмитри Дель, если она действительно меня обыграет, я ее убью. Пусть не обижаются. Лошадки, погнали. Интересно, продолжай. Ты нищий? Продолжай, пожалуйста. Нет. Убийство. Хорошо. Ты мне нищий? Ждите, верьте, гражданин. Олектус. Блин, что так безлюдно-то? По карте мне покажут, куда-то сюда нужно идти. Говори. Может, ты мне скажешь? Что-то нужно? Ничего ты мне не скажешь. Проходи. Марана. Это ты? Привет. Привет. Так, ну что ж. Где-то... Я пытаюсь накопить денег на лечение. Ну да, конечно. Про Лектуса расскажи мне. Да, я знаю его. Сколько ты за это дашь? Вот еще пять монет. Какая щедрость. Он живет в храмовом районе, в самой восточной его части. Он ранее пташка. Обычно встает с восходом солнца. Угу, хорошо. Так. Да пребудет с тобой благословение. Теперь мне нужно храмовый район. Это у нас... Вот он. Давай, погнали. Мы и находимся в храмовом, нет? Да. Так, это не оно. Не оно. Вот оно. Раз. Эх. Да, блин. Спешу. Отлично. Надеюсь, там никого еще из этих нет. Эу. Не пытайся запутать меня. Я все... Подвал. Ха. Слишком поздно. Я не понял. Она нашла дневник? Да, блин. Ну что ж такое? Я что-то тороплюсь. Ну что ж ты? Да елки-палки. М-да. Когда спешишь, начинаешь просто тупить. Ну это похоже заскриптованно, да? То и возьмут в гильдию. Какая жалость. М-м-м. Вон оно что. Так, а она у нас ушла куда-то вообще непонятными путями. Что-то как-то мы профейлили этот квест. Или... А ты посмотри, тут кровища-то сколько. Что он тут делал? Офигеть. Ну ладно, не наше дело. Зашли в дом к маньяку называется. Так, ну ладно, давайте тогда мы... Где она сейчас? Я ее потерял. Блин, а ты посмотри. Буквально низко. Шагов нас обогнала. Ай, я не в ту сторону пошел. Давайте вообще вот так-то. Сейчас просто она скорее всего будет там идти. Либо стоять, ждать. А мы ее... О, туман как раз. Все нам на руку. Давай, погнали. Если что, придется переделать. Потому что, блин, неохота попасть в гильдию воров. Не думал, что будет так сложно прям. Блин, а где она может быть? Вот. Хорошее начало. Сохраняемся. Ай, блин, тебя же нельзя убивать. Что ты делаешь? Вставай. Слишком поздно. Ах, ты-то... Так, грузимся. Отстань, отстань. Оставайся, уходи. Так, дневник Амантиуса. Мне удалось обставить Метрия Дель и Амузай и получить дневник. Теперь нужно вернуться к Армандо в сад Дарилота в полночь. Могу сказать, это было просто корявейше сделано. Абсолютно. Просто... Эта серия была полна фейлов. Это просто какой-то капец. Что только я не делал, и все это было сделано неправильно. Но, тем не менее, давайте уже вступим в эту гильдию. Она просто высосала из меня сегодня все нервы. Пойдем дальше в свое любимое темное братство. Да. Вот это да. Вообще, похоже, предусмотрено, чтобы она украла, а мы украли у нее. Ну, так тоже нормально. Не устраивает. Какие-то неясности? Ну, вообще-то, я испытания прошел. Поздравляю. Дневник у тебя. Ты заслуживаешь право вступить в гильдию воров. Теперь принеси клятву верности главе нашей гильдии Серому Лису. В него есть три правила, которым тебе придется следовать. Ну, расскажи про три правила. Первое. Никогда не красть у других членов гильдии. Второе. Никогда не убивать в процессе выполнения работы. Мы не темное братство. Животных и монстров можно убивать при необходимости. Третье. Не красть у бедных. Крестьяне и нищие находятся под личной защитой Серого Лиса. Особенно здесь, в портовом районе. Хорошо. Ну, скажи мне про Лекса, Иронима. Это капитан Имперской Стражи. У него личный счет из гильдии воров и Серым Лисом. Два года назад я одурачил его, когда он пытался арестовать меня. Лекс никогда не забудет этого. Откуда информацию берете? Лучший источник информации нищие. Похоже, ничто не скроется от их глаз и ушей. Однако придется немного потратиться. Они ничего не скажут тебе бесплатно. По крайней мере, не скажут правду. Расскажи о гильдии. Что ты хочешь знать? Что будет, если я кого-то убью? Нарушение любого из трех правил влечет за собой исключение из гильдии. Виновный в убийстве должен заплатить цену крови, чтобы вернуться в гильдию. Цена крови назначается за каждое убийство. Ты можешь заплатить ее любому из дуаенов гильдий. У вас есть особая работа? Тебе нужно набраться опыта. Тогда я смогу поручать тебе особые дела. Онгар говорит, что ты пока не особо отличаешься на ниве продажи краденого. Пополняй сундуки гильдии, продавая краденое Онгару. Когда твой вклад будет весомым, может у меня что-то появится и для тебя. Зайди ко мне попозже. Ну хорошо. Да укроет тебя тень. Разберемся мы с их квестами уже после того, как выполним все, что можно за темное братство. Пока что мне более интересно именно оно. Но тем не менее мы сюда вступили. Могу сказать, что это было крайне коряво. Крайне некрасиво. Но тем не менее мы это сделали. В принципе в следующей серии направимся в Чейдинг Холл. И продолжим работу на гильдию убийц. Но пока что все. Надеюсь вам понравилось. Эта серия была какая-то просто эпичнейшая по фейлам. Но она получилась зато очень смешная. Как бы там ни было, надеюсь вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»